Друзья, доброе утро! А вы готовы загадывать самые заветные желания? Если да, то присоединяйтесь в студии Станислав Чибликов, Анастасия Фефилова, и мы начинаем такое таинственное утро! Мы начинаем продолжать делать для Насти карту желаний. Делаем ее под руководством человека, который в очередной раз к нам пришел в гости на оранжевое утро, руководитель Центра психологии и развития Древа Жизни Лилия Шелепова. Доброе утро, Лилия! Доброе утро! Лилия, на самом деле карта желаний – это очень большой труд. Большой труд, сложный процесс. Сначала мы очень долго готовились, очень много картинок, перебрали весь интернет. Для этого нам еще нужно выбрать какую-то обстановку, правильно? Не просто так собраться. Нельзя вечером, сидя на кухне... Ну, то есть со Стасом лучше не собираться, да? Нужны единомышленники. Да. Это должны быть вокруг вас либо единомышленники, с которыми вы вместе делаете каждый свою карту желаний, либо же вы сами. Один, то есть? В одиночестве в городом, под приятную музыку, при хорошем освещении, предварительно подготовившись, выбрав картинки. Искупавшись. Абсолютно точно. Закутавшись в теплый плед. Я бы уснул сразу, не дошел бы до камня. Нет, я бы ради такой карты желаний, я бы нарядилась, надела каблуки, платье, самое лучшее. То есть лучше отключить телефон, что ничего не отвлекало. Самое главное – это хорошее настроение, это позитив, потому что карта желаний – это позитив, это позитивное мышление. Это мы... Для чего ее делаем? Для того, чтобы наш мозг работал и помогал нам в исполнении наших желаний, потому что мы даем задачу своему мозгу. А у вас в какие сроки сбылась самая первая мечта, например, по карту? Всегда по-разному. Есть такой момент еще, как активация карты желаний, и у меня как раз активацией карты желаний стал мой офис. То есть когда я начала делать ремонт в своем офисе. То есть мало сделать карту, да? Месяц прошел после того, как я сделала карту желаний. Вы нарисовали, а потом и какими-то... Слушайте, ну это говорят, что какими-то волшебными силами, да? Вы даже об этом не подозревали, то есть у вас была мечта, а как-то все карты сложились, правильно? Вот это как называется? Сила вселенной? Или что это? Не будем углубляться, конечно. Это может быть все, что угодно, да? Но самое главное, когда мы делаем карту желаний, мы должны понимать, что наши возможности должны совпадать с тем, чего мы желаем. Потому что мало приготовить карту желаний. Самое главное, под лежачий камень-то вода не течет, надо же для этого что-то делать, а не просто так лечь на диван и лежать, и ждать, когда исполнится ваше желание. Лиля, скажите, а вот если на карте желаний человек размещает вот конкретное желание, не знаю, хочу миллиард долларов, но ведь явно же оно вряд ли в течение года звудится? Или все-таки более обтекаемое делает желание? Или вот, например, Настя скажет, хочу замуж за Джонни Деппа. Ну, мало вероятность, что Джонни Депп приедет в Новосибирск в течение года. Вот как быть с этим? Ну, если Насте нравится образ Джонни Деппа, она может поместить его фотографию именно в зону любви, и тогда, возможно, она встретит человека, который будет похож какими-то, по каким-то признакам на Джонни Деппа. Например, костюмом на Джека Воробьева. Ну, конечно же, я никогда не закажу себе Джонни Деппа, вот, и я... Извините, хотел как лучше. А я люблю, что, что, ну, что-то, что-то попроще. Главное, чтобы это было мое, вот, и Джонни Деппа. Хорошо, это твоя карта. Каждый человек, да, он индивидуален. Смотрите, мы с вами в том блоке, в той программе, когда первый раз встречались, проговорили про зоны. Итак, всегда начинаем первая зона. Давайте еще раз, да, повторим сейчас, может быть, кто-то не видел. Их девять. Да, их девять. Первая зона – это «Я любимый человечек». Создатель карты. Вообще их десять, но эту зону среднюю – это «Я», да, а вокруг меня девять зон. Здесь в середине «Я» в центре, вокруг меня девять зон. Карты делаются именно по зонам Багуа, это берется во внимание фэн-шуй. Верхняя – это зона славы, внизу у нас зона карьеры. Дальше. От карьеры идем вправо, здесь зона помощников и путешествий. Да, это своих родителей. Можно, своих родителей. Это путешествия, картинки, куда вы хотите поехать попутешествовать. Это могут быть иконы, да, потому что мы православные христиане. Нет, да, могут быть ангелы-хранители. С левой стороны – это зона мудрости и знаний. То есть сюда мы помещаем все то, чему вы хотите научиться. Обучение, съездить, может, куда-нибудь на какие-то форумы. Да, абсолютно точно. Известных умных людей. Книги. Обучение и саморазвитие наше. Это вот это вот. Написать тотальный диктант на 5 в следующем году. Красный диплом, вон, вижу. Да, абсолютно точно, красный диплом. Но тут самое главное, знаете, что вот красный диплом, хорошо, что вы обратили на эту картинку внимание. Самое главное то, что это ваше истинное желание или нет. Например, когда учатся студенты, дети, да, они не хотят красный диплом. Но зато очень хотят этот красный диплом родители. Поэтому это не их истинное желание. Желания должны быть обязательно истинными. Истинными для вас, потому что это ваша карта желаний. Сверху зона семьи, вверху, над зоной саморазвития, у нас зона семьи. Так, здесь я оставила место для того, чтобы зафиксировать здесь свою семью. Это нужно распечатать фотографии. Где все веселые, здоровые и счастливые. Все счастливые, довольные, здоровые. То есть, ну, прям такая идиллия семейная. Ну, и прописать, чего вы хотите для своей семьи. Дальше. Зона богатства. Это левый верхний угол. А тут можно я скажу то, что я учла? Тут нужно написать точную формулировку цифру. Абсолютно точно. Абсолютно. Либо, если вы хотите дорогие часы, да, то, ну, какой-то марки. Вот, это, например, роликс. Ну, естественно, мы уже знаем, сколько они стоят, да, приблизительно. Мы понимаем, сколько это. Я... Вот, пожалуйста, у меня карта богатства пополнилась. У меня теперь будет роликс. Вот, к тому автомобилю, к той горке из... Это рубины, наверное, красненькие. Скорее всего, гранат. Гранат. Неважно, давай тоже их сюда. Берем. Берем. Украшения. Да, да, вот. То есть, сюда же я могу какое-то шикарное платье, о котором я мечтаю. Конечно, можете. Вот еще розовые топазы, розовые бриллианты. Так, сколько стоит Стас Топаз? Я не знаю, но твои самые дорогие будут. Берем. Берем. Так. Что если берем? Это твоя карта желаний. В общем, мы сюда все такое, о чем мечтали, но не могли себе позволить. Роскошь, богатство, все сюда идет, в этот угол. Все сюда, в этот угол. А, особняк же я хотела. Как же теперь остановить, Настя? Вот, вот, вот. Домик. Вот, вот. Вот это домик я хочу. Таким образом, сидя в уютном полумраке, мы составляем эту карту. Как ее заставить работать? Где тот переключатель? Нет, подождите. Стоп. Мы же еще дверь. У меня закончили две зоны. А, хорошо. Да, мы сейчас закончим. Итак, мы закончили с зоной богатства. Ну, подожди, подожди, еще не закончили. Сейчас я до дома доберусь. Сама в интернете себе. Пока что на ближайшие пару миллионов долларов мы закончили. Далее, что у нас следует? Далее мы зону признания, уважения, славы. Она у меня сама первая была. Оформили. И справа от зоны славы, это зона любви. Любви и семьи, правильно? Зона семьи у нас была. Это зона любви именно. Кого вы любите? Себя, конечно. Родителей. Была в зоне семьи. Можно и родителей, кстати, в зону любви поместить. Ну, конечно, я люблю своего будущего избранника, да? То есть? Я представляю, как мы вместе, наше свадьбное путешествие, например. Вот в шортиках это он. Абсолютно хорошая, позитивная картинка. И ты в блондинку перекрасила. Ладно. Нет, естественно, я выбираю на свой силуэт. Стас, похоже, да? Правильно ли я говорю? Конечно. Зона любви и ниже зона детей и творчества. Если деток у вас еще нет, вы можете себе вот такую красивую ляльку туда поместить. Карапузика. Лялья, вопрос сразу. С детьми понятно. Зона там же творчества. Хотя мы чуть попозже об этом поговорим. Дело в том, что у нас сейчас впереди небольшая информационная пауза. Не переключайтесь. Будем создавать свое будущее. Всем тем, кто только что включил программу «Оранжевое утро» еще раз. Здравствуйте. Доброе утро. В студии по-прежнему Анастасия Фефелла, Станислав Чебриков. И мы пытаемся мне сделать прекрасным мое будущее. Еще прекраснее, я бы так сказала. Карту желаний мы изготавливаем сегодня на «Оранжевом утре». Под руководством. Под руководством руководителя Центра психологии и развития древа жизни. Лилия Шелепова у нас в гостях. Итак, Лилия, мы остановились на том, что у нас есть справа под зоной любви, зона детей и творчества. Что это значит? В зону творчества вы можете поместить все то, что касается вашего хобби. То есть чем вы увлекаетесь? Допустим, я увлекаюсь декупажем. Или? Я люблю йогу. Можно же меня красиво и наконец-то уже на шпагате? Йогу. То есть можно меня на шпагате, да? Конечно. То есть все, чем вы увлекаетесь, чем вы дальше хотите заниматься, увлекаться, вы можете сюда поместить. Дайвинг, какие-то. Гантели. А если я мечтаю поплавать с дельфинами в следующем году? Да, пожалуйста. Все сюда. Хорошо. Отлично. Это вы можете поместить в эту зону. Самое главное... Так, подписываем. Я для себя все подписываю. Зон на творчество. Угу. И хобби, да? Самое главное еще грамотно прописать свои желания. Обязательно в настоящем времени. Я сейчас хочу поплавать с дельфинами. Не сейчас хочу. Я уже плаваю. А, я плаваю? Я плаваю с дельфинами. Угу. Да, здесь я плаваю с дельфинами. Здесь я... Что? Здесь собралась моя семья, все здоровые и счастливые. А здесь я в своем доме. А здесь я в своем доме, да. То есть все прописываем четко и в настоящем времени. Угу. Еще есть такие ошибки делаются, когда, например, не свои желания какие-то. Подруга желает, я хочу, подруга сказала, ой, я хочу себе машину, например, вот такой-то марки. И так сидит человек и раздумывает, ну, если она хочет, ну, да, наверное, хорошая машина, я тоже тогда себе захочу. Ну, сейчас модно это, да. Да, и помещу в свою карту желаний. Но это твое неистинное желание. Поэтому оно может и не сбыться. А зачем нам в нашей карте желаний те желания, которые не наши? А абстрактную машину можно разместить? То есть я хочу машину, но еще не знаю, какую, поэтому... Да, конечно. Будет вот просто некая машина. Некая машина. Ну, по крайней мере, ты же цвет машины знаешь? Да. Что это явно будет не оранжевое. Женский подход. Я всегда вначале марку продумываю. Все, с зонами мы определились, Миля. Как запустить? Как активизировать карту желаний? Или еще нужно как-то что-то сделать? Нет. Это должно быть какое-то маленькое желание такое, которое вы можете быстро-быстро исполнить. Чашка чая. Чашку чая выпить. Вы можете пойти купить себе красивое платье. Правда? Вы можете купить себе, допустим, ну, давно хотела какие-нибудь стильные кроссовки. А, это из стиля, что под лежачий камень вода не течет, и нужно уже прямо сейчас пойти исполнять. И уже нужно исполнить какое-то небольшое желание, чтобы активировать свою карту. Это желание тоже нужно сюда поместить. Например, я хочу и чего вы хотите, и поместить в соответствующую зону. Съездить, например, куда-то в лес и прокатиться на горных лыжах. Абсолютно точно. Это то, что вы можете сделать быстро. Сделали, вы активировали карту желаний, запустили. Это вот тот самый переключатель. Это тот самый ключик, да. Ну, там ссылка. Да, переключили и все. Вы активировали карту желаний. Дальше. Где она у вас должна быть? Да. Да. Это тоже важный такой момент. Карта желаний, она у вас должна быть на виду. На виду. Где? Например, в спальне, над прикроватной тумбочкой. Допустим. Вы утром просыпаетесь, подтягиваетесь, садитесь на кроватку и смотрите на свою карту желаний. И вы мысленно возвращаетесь к тем образам, которые были в вашей голове, когда вы делали эту карту желаний. Таким образом вы еще раз прокручиваете в голове эти образы, и ваш мозг дает вам толчок, как нужно действовать дальше. Замечали ли вы когда-нибудь, вот едете вы по городу, у вас есть какая-то задача? Так. Ну, допустим, женщина беременная. Да? Это к женщинам относится. Женщина беременная, и она всегда, ей всегда попадается... Беременная. Либо там одежда для беременных, либо там что-то для детей. То есть наш взгляд, он вылавливает. Вот я, например, сейчас ищу сумку, и, естественно, у меня все взгляды на сумки падают. Абсолютно точно. Такой, как тебе надо сумка идет. Нет, наоборот, я думала, что вот... Ну да, да. Абсолютно точно. Это наш мозг ищет для вас именно то, чего вы хотите. Когда вы эти образы создали, когда вы их перенесли на бумагу, когда вы на них ежедневно смотрите, соответственно, вы прокручиваете в голове эти образы, и все вокруг вам помогает. Вот оно в чем главная задача. А я не знала. И срок действия у карты год, если я правильно понял. Эту карту мы делаем на год. Есть, конечно, карты, которые делают на более долгий период, но здесь нужно понимать, что ваши желания могут измениться. Например, сегодня вы хотите там BMW X6, а завтра вы захотите, допустим, как здесь на картинке... Ну, Bugatti, скажем. Ну, пусть будет, Aston Martin, да, там... Ну, то есть это хорошо, что у человека растут потребности, да? Конечно. А как быть, вот год закончился, а я понимаю, что у меня... Ну, вот заканчивается этот карточный год, да, карты желаний. А я понимаю, что у меня до сих пор, например, ну, давайте будем приземлен на... Ничего не сбылось? Нет, ну, это совсем обидно будет, что у меня не появилась там крупная сумма денег. Но ты не сбылась, что под лежачий камень вода не течет, Стас? Так вроде и двигался. Еще нужно рассматривать, как вы двигаетесь. Смотрите, допустим, человек работает, он зарабатывает определенную сумму денег. Ну, допустим, 100 тысяч рублей я зарабатываю. А я себе в карте желаний написал, допустим, что мой ежемесячный доход, допустим, 200 тысяч рублей, да? Но я не могу прыгнуть выше головы, я работаю вот на этой работе, допустим, если наемник, да, наемный рабочий, работник. Что я могу сделать? Что я могу для этого сделать? Что я могу для этого сделать? Наш мозг начинает искать. А что я могу для этого сделать? Возможно, у меня есть какие-то хобби, которые я могу монетизировать. То есть я могу за счет того, что у меня появляется какое-то такое интересное хобби, я могу что-то предложить людям и за это получить деньги. И за счет этого моя заработная плата или, допустим, не заработная плата, а мой доход в месяц может вырасти. Я могу что сделать? Я могу пойти к начальнику и сказать, ну, слушайте, товарищи дорогие, я у вас уже столько работаю, да? Я незаменимый сотрудник. А может быть, рассмотрим мое повышение? Да, может быть, повышение, да, или повышение заработной платы. Такое тоже возможно. То есть нужно действовать, нужно делать. То есть в любом случае нужно понимать, что мало сделать карту желаний, повесить ее на стену, в спальне, лежать и в течение года ждать. Когда это сбудется, так оно не работает. Как бы ты ее не активировал. Да, знаете, есть тренинги, на которых, это такие эмоционально заряженные тренинги, на которых говорят, Вселенная вам поможет, вы думаете, мечтаете, Вселенная вам поможет. Каким образом, если вы будете лежать на диване, вам Матушка Вселенная поможет? Да, я думаю, что, ну, вы можете в лотерею выигрывать. Но это сколько шансов? Кстати, лотерейные билеты можно размещать в карте? Выигрыша. Лотерейные билеты, это все-таки такой момент очень интересный. Это же авантюра, да? Свообразная. Игра. Игра, да? А это то, что вы можете сделать сами. Там 50 на 50, либо получится, либо не получится. А здесь вы к этому идете, и вы сами этого добиваетесь. Лилия, давайте еще раз про сроки поговорим. В первом программе вы рассказывали, когда нужно делать. Мы еще успеваем до 30 декабря, это первый срок, да? Мы еще успеваем. С 15 по 30 декабря это первый срок. Опять же таки, не забываем, что это должна быть растущая луна. Растущая луна. Обязательно это все к фазам луны у нас должно быть. Следующий срок это февраль месяц, когда будет китайский Новый год, с 12 по 18 февраля. То есть в эти 6 дней нам нужно сделать карту желания. А потом летом, еще осенью. И все, да, нельзя. И весной. Или мы это говорим про ближайшие сроки. Вы знаете, это делается на год. Это как наш план. Мы планируем на год. Это начало года. Сделал в июне до июня. Лиля, вам огромное спасибо за такую мотивацию. Правда, остались уже краткие считанные дни, поэтому успевайте все. Успевайте сделать свою карту желаний. А у нас в гостях была Лилия Шелепова, руководитель Центра психологии и развития Древа Жизни. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо вам. Я желаю, чтобы все ваши желания исполнились. Спасибо. Спасибо. Спасибо.